На инклюзивном балу Инклюзивный бал – это одно из тех исключений, которые есть, потому что его ждут, его любят. Все больше людей собираются на балах. Идет сарафанное радио. Многие ребята впервые за месяц выезжают из дома для того, чтобы его посетить. Ольга Лифанова практически не видит. В этом мире девушка ориентируется с помощью своего друга собаки Геры. Ольга работает в инклюзивном ресурсном центре, который организовал бал. Но, несмотря на это, решиться прийти ей было непросто. Это совершенно уникальный опыт. Очень важный, для меня ценный, потому что это такой выход из зоны комфорта. Это возможность почувствовать себя прекрасной дамой, прекрасной принцессой. А в повседневной жизни, к сожалению, таких возможностей, особенно для человека с инвалидностью, их практически нет. После бала Ольга отправляется еще на одно знаковое для нее мероприятие. В Международный день инвалидов девушку награждают именной премией губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ольга реализует социально значимый проект со скоростью звука. Благодаря ему слабовидящие люди учатся ориентироваться в пространстве, организовывать свой досуг и пользоваться гаджетами. Нет никаких границ и преград. Все только в голове, только вперед, друзья. И в Самарской области есть замечательный опыт сотрудничества с общественными организациями, просто с активными людьми. И для нас это главные эксперты, не только уже теперь эксперты, но и участники в реализации всех наших программ. В Самарской области проживают более 200 тысяч людей с инвалидностью, многие из которых построили карьеру, создали семьи и преуспевают в спорте. К созданию универсальной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья региональным правительствам уделяется большое внимание. Мэриил Чан, Николай Епифанов, Константин Головин. События.